Может кто-то в курсе, что это за ведьми на ресталище? Весь осинник молодой, ну и не только молодой, вон большая осинка, они все вот такие, туда ближе к дороге, там вообще капец, целая деревянная помечена, для чего это было сделано? Тонкая осинка. Судя по следам по этим, по их высоте, сделано это было, ну, самое раннее весной по насту, вам видно же, залысины. Высоко эти затесы делались, они сверху вниз, получается, что, у меня рост почти 180 на вытянутую руку, ну хрен его знает. Весь осинник такой, на хрена? Если у кого-то есть какие-то соображения, напишите, пожалуйста, в комментариях, будьте так добры. Всем привет! В связи снова Серега. Очень давно я не выходил на связь, очень. Что-то тут решил в последние дни отпуска все-таки вырваться, что-нибудь поснимать. Вышел просто, можно сказать, в пеший поход, взял с собой термосок, пару бутеров, подымусь вверх по речке, по окуневке, там ее перейду и пойду в обратку. В одну сторону километров семь, ну, и то, грубо говоря, километров четырнадцать-пятнадцать получится, наверное. В планах еще зайти, посмотреть болото, на котором уже четыре года морожку собираю, посмотреть вообще есть она, нет, потому что сегодня у нас шестое июня, по идее, должна цвести уже, наверное. Вот. Как бы так. Иду вообще по окуневке, потому что у меня все в планах есть, на лодке по ней сплавиться, там просто речка такая закоряженная, вот я хочу пройти, посмотреть масштабы трагедии, скажем так, можно, нет, на лодке пройти вообще, на резинке. Думал взять с собой удочку, спиннинг, порыбачить, ну, когда на лодке пойду. А, насчет шапки, сразу всех предупрежу, шапка у меня не моя, шапка сына среднего Вовки. Вот, а что-то просто схватил ее, свою найти не смог. Дело в том, что у нас уже лето, как бы, да? Ну, какой-то динозавр крутой есть. На дворе, в принципе, уже лето, Но Со 2 июня По 5 включительно У нас шел снег До этого уже все зацвело Там люди уже огороды посадили Все повсходило И 2 числа, короче, сперва начался град Плавно перешедший Перешедший снег Температура упала До ноля И, короче, вот такое у нас начало лета было Очень холодно было с ветром Не знаю, там, у кого что с огородами будет Как бы так Но утка уже вся на гнезде Ну, утка, боровая дичь Потом в видео добавлю В этот Гнездо дрозда я находил Снимал там уже птенцы такие Птенцы такие уже Большенькие, в общем Вообще, по идее, у нас весна ранняя была Очень рано снег сошел Снег сошел А вода большая не пришла По Иртышу, там, по Аби Сваха И получилось так, что снежная вода с полей уже Ну, с поймы ушла А большая вода так и не скатилась Получилось, что у нас в этом году воды очень-очень мало Хотя, по прогнозам, был Паводок должен был быть большой Но его не случилось Ввиду того, что была ранняя весна И все растаяло Земля прогрелась и все ушло Вся вода ушла Как бы вот так вот Дрозь стрекочет А вот дрозды спят Маленькие Дрозь детки Из болота в болото вода перетекает Получается, все вот эти вот торфовые работки Не все соединяются с тем озером Где я говорил, что на карасиков хожу В одном из таких перешейков, обмелевшем Насколько чешуи карася В прошлом году здесь была полностью вода А в этом году остался вот такой вот ручеек всего лишь След чей-то Чей непонятно Плавняки карасевые Вон кости Кто-то, короче, здесь карасик ословил Ух ты Знаете, кто это? Я знаю Тоже Шкурка уже Вылупилась уже Личинка стрекозы Была Уже вылупилась Уже стрекоза летает Личинка стрекоза летает Клюква Люблю такие места Тут такой ковер из мха Нога по щиколотку в мох проваливается Вот когда безбогульника, чистый мох Вообще лепота Еще бы беломошник какой-нибудь Ягелек Таких нету мест Сыра здесь для него Ягель больше любит сухие места Сейчас по тропинке до озера Там налево и на речку выйдем Так пушится влагалищная цветет Вот оно озеро Озеро небольшое С этой стороны получается поглубже Здесь глубина до трех метров В районе двух вообще держится Два с половиной Та сторона помельче Там полтора метра У берега совсем мелко Карасики есть Такие ладошечные Озеро искусственно сделано Я не знаю, что здесь копали Чего искали В общем Котловарно-то получается Вырытый Экскаватором Землю отсюда куда-то увезли Вот Как бы так Сколько ему Лет десять наверно Этому озеру уже есть Караси еще не выросли Большие Крупные И вот Я сюда хожу каждый год Никогда не было Чтобы вода была чистая Всегда вот такая она Как молоко По идее За десять лет Та уж Должна была осесть О Видно нет О На той стороне кол Ближе к тому берегу Кто-то здесь видимо Сеточки ставил Я один раз здесь ставил сеть Чуть-чуть половил карасиков И все Вот тут осинное гнездо было Ну тут скорее всего нынешнее наверное Че она отвалилась Ветра сильные были Оборвало ветром что ли Вот Такое вот оно Но оно не достроенное Чтобы Ее Забросили Свои гнездо Олосы Лагерь наш Прошлогодний Сюда с детьми ходил Со старшими Кострище Таган Подвес Там для котелочка Для чайничка Удобная конструкция Очень Скажу вам На вооружение можете взять Сейчас мои Шпаневки с отпуска приедут Можно будет наверное еще раз сюда сходить Она кстати будет Пленку с балагана снять Либо сжечь Либо домой унести Выбросить Ну вот мы и до речки добрались Да воды намного меньше в этом году Намного Кто-то здесь рыбачил Раз рогачок Два рогачок Раз бычок Два бычок Там еще третий бычок плавает Но он либо один человек с двумя удочками Либо два человека Один из которых Не курящий Потому что Только у одного рогачка Бочки валяются Ладно Пойдем вверх По течению Вот туда А вернемся вот к тем берегам Там интереснее идти Тот берег Выше Намного И там больше сосняка растет Красивее Но там опять Богульник везде Под ногами Там тяжелее идти Берег более пойменный Здесь Больше березок Осинок Тут вообще Такой хороший осиновый колок Здесь В хорошую погоду Грибочков Прям Море Подосиновиков Хорошее место Для подосиновиков Причем Как я заметил Вот они На границе леса растут Вот В глуби Этого осинника Там грибов Толком нет А вот По краешку По кромочке Хорошее место Грибное Место по суше Здесь почвы Более песчаные Дикая Земляника Все В цвету Хорошо Тут раньше Мост был Из труб Потом его Демонтировали Там дальше Газовая станция Вот К ней дорога была Вот эта Она сейчас Не используется Кто-то отдыхал Проехать Сюда можно Лесочка Обрывок Кто-то Рыбалил Костричи Сюда можно проехать Километра три Наверное От трассы Может четыре Трассы недалеко Проходит Вся лисина Трухлявая В этих грибочках Вот если Это не красота То что тогда Можно назвать красотой Прям Не знаю У меня аж Сердце Разрывается От эмоций Там Кстати Вот на мысочке Я сейчас Заговорил Волны Разошлись Значит Рыбка Здесь есть Просто Понять бы Какая Если Допустим Карась То его Так Бессмысленно Ловить Наверное При кормку Надо А если Допустим Какой-нибудь Мохтик Для окушок Тогда Можно И с удочкой Со спиннингом Здесь Побродить Ну а кушков Я здесь Ловил И мохтиков Ловил Только Это Андаатра Видно Нет Вон Она Гребет Зараза Это Андаатра Она Наверное И ныряла Я уже Обрадовался Карась Окуни Мохтики Это Всего лишь Водяная крыса Это А нет Не водяная Это мускусная Пардон Водяная крыса Это Другое Животное Такая Извилистая Речка Тоже Что-то Нырнул Столько Красиво Что-ли На каждом Шагу Ныряюсь Ну вот Там Дальше Есть Плотина Ну Как Плотина Большой Водой Леса Натолкала Там В одном Месте В повороте Набила Ну Там Андаторы Жили Точно Помню Что Я Когда Здесь Промышлял А Ну Конечно Вот Смотрите Ирошки Матрешки Здесь Берег Андатора Из Ирача Но Это Старые Ходы Это Нежилые Муки То Нет У них Да И осыпались Они Давным Давно Уже Видно Это Не Свежие Ну В этом Году Воды Мало Если Есть Ходы То Не Там Ниже Уровня Воды Какая Красота Вот Тем Красиво Здесь Место Сейчас Часть Моего пути Будет Совпадать С Моим Старым Путиком Пройдем Немного По путику Самую Малость Бляхамуха Иду Думаю Че такое Блестит Че за Хрень А это Чей-то Кусочек Счастья Оказывается У кого-то День Рождения Был Хэппи Безды Ну С Днем Рождения Туда Кого-то Болгунечек Как Цвет У меня От запаха Богульника Голова болит Не знаю Это у всех Так Или так У меня Когда Морошку Собираешь Морошка Когда Ягоды Созревают Совпадает С цветением С обильным Цветением Богульника И вот По болоту По этому Поладишь Я как правило Морошечные места Их По кругу Окремляет Богульник И Бляха-муха Потом к вечеру Голова Болит Однако Опять Крички Вышли Мы сейчас Будем Эти загибы Резать Обходить Потому что Она в этом месте Вообще Очень сильно Извилистая Нам Смысл Лишние Километры Наматывать И так Шагать Нормально Тут Что Тут Кто-то Бурундуков Рыл Схоронки Бурундуков Потому что Орешки Лущины Валяются Здесь Бурундука Много Кстати Очень Много Бурундука У меня На родине Меньшило У меня Больше Пойменный Лес Там Тайга Настоящая Далековато А здесь Что-то Думал Вышел Тайга Сразу Но здесь Опять Тайга И Здесь Болот Больше Как-то Вот так Вот Тоже Красивое Место Сейчас Выйдем Посмотрим Здесь Красивое Конечно Надо Будет Все-таки Наверное Как-то Сгоношиться Сходить На сплав Только Это Надо Будет Чтоб Меня Кто-то На машине Увез Вверх По течению Там Откуда Я пойду Получается Есть Место Где Эта Дорога Ой Дорога Говорю Эта Речка Она Уходит Под Дорогу Там Ну В смысле Мост Через Нее Но В том Месте Она Уже Метра Полтора Может Два Шириной Совсем Узенькая Вот И там Она Очень Сильно Закоряженная Вот Если Туда До Трассы Меня Кто-нибудь До Моста Высадит Можно Будет Сплавиться Комари А что В лесу Ужас Я Еще Никой Репеллент Не Взял Вообще Че Это Где Это Кого Это Я Спугнул На Той Стороне Тут Ломанулся Надеется Что Это Не Миша Потому Что Робятки У меня С собой Тоже Нет Сейчас Не Сезон И С Ружьем В лесу Ходить Нельзя Михаилов У нас Здесь Хватает Пришли К этой Штукенции Показывал В одном Из Роликов Своих Не Знаю Что Это За Постройка Для Чего Ее Строили Думаю Может Раньше Когда Поменьше Было Здесь Урбанизации Поменьше Деятельности Человека Было Здесь Скорее Сего Тачка Была Очень Рыбная Наверное Не было Этих Мостов Которые Ниже По течению Здесь Наверное Было Очень Много Мохтика Я думаю И Возможно Здесь Реку Перегораживали Мохтика Этого Заготавливали Ладно Пойдем Далее Вот там Придется Сейчас Обходить Ручей Впадает Ладно Вот Ни хренаж Себе Той стороной Проходит Лэб Вот я По нему И хотел Возвращаться Думаю Туда Уйду Устану Поймай Ити Обратно Чтобы Было Полегче Думал Пройдусь По Лэпу Там Почище Дорога По суше Ни хрен Найси Тут А тут Весь лес Выпал Старин Ёшкин Матрёшкин Это ж Сколько Его Теперь Тут будет Лежать И гнить Лежать И гнить Так Так Мы здесь На лодочке Пройдём В принципе На резинке Я думаю Проскрестись Можно будет Как-нибудь Аккуратненько Охренеть Да Конечно Лес тут Подскосили Здорово Так А это что у нас За убежище Выживальщика Это же Ну да Это кто-то Шалаш строил Какой-то Ни кострища Ничего нету Эти может Если они по зиме Допустим Перели Хотя они не по зиме Низко спили Не по снегу Они пилили Не по снегу Ладно По этой тропе Можно на трассу уйти Километра два Наверное Может три Такой вот Рыболовный стан Здесь Рыбачили Раньше люди Здесь Костричи В прошлом году Здесь еще рогачки Стояли В этом году Что-то не видно Рогачков Не было Наверное Никого О Если видно На той стороне Тоже Вот Вот Столик Сколочен И лавочка Они тоже Он такой Старенький Гнилой Ладно Попью Быстренько Чайку С термоса С термоса И Пойду Дальше Насчет Того Что Частенько Здесь места Встречаются Рыболовные Обуславливаются Тем Что Во-первых В речке Наверное Рыба Есть Значит Комарья Ужас Во-вторых У нас Сейчас Куда ни кинься Везде Дороги Это Минус Нефтяного Края Скажем так У нас Везде УПН КНС И прочая Херня Кусты Нефтедобыча Нефтеразведка Она Как бы Да Для страны Конечно Польза Но Для местных Жителей Особенно Для тех Кто Увлекается Тайгой Рекой Рыбалкой Охотой Это Большой Минус Потому Что Страдает От всей Этой Деятельности Человек Очень Сильно Страдает Флора И фауна Скажем так Окружающая Нас С другой Стороны Плюс Можно В тапочках На машину Прыгнул Долетел Куда Тебя До Какого Угодно Озера Посидел Поры Болел И домой Уехал Я такую Рыбалку Не люблю Мне такая Рыбалка Не нравится Ненастоящая Рыбалка В магазин Сходить Вот так Чаек У меня Какой-то Алтайский Называется В общем Черный чай Мята Мелиса И чабрец Не знаю Почему Алтайский Я туда Еще горсточку Шиповника Кинул Очень Вкусный Даже без сахара Сладким Кажется Потому что Шипоник Сладость Добавляет Очень хороший Чай Мне нравится Хербал Называется По-моему У них много Чаев Он относительно Ну Видов Он относительно Такой Коммерческий Скажем Ну Бюджетный Правильно Сказать Бюджетный Чай Недорогой Вкусный У них Есть и Черный И зеленый Чай Мне у них Еще таежный Нравится Он с шиповником С брусникой И Что-то там Еще Короче Но вкусный Такой Интересный Чай Мне он нравится После баньки Его пить Нехорошо Восстанавливает Бляхо Комары Заедают Вообще Ужас Ладно Чем Прошли Километров Шесть Наверное Уже По крайней Мере Шагомер Так Показывает Вообще Показывает Одиннадцать Тысяч Шагов Но Это С учетом Того Что Я еще С утра Ребенка В сад Сводил Да И По поселку Шел Километра Три Можно Учитать Смело Считаю Что километров Шесть Короче Грубо говоря По лесу Прошел Под пересеченной Местностью Я думаю Нормально Сейчас Километра Насколько Километра Два Еще осталось Наверное Дойти Там Попробовать Пересечь Речку Если Там То бревно По которому Я переходил Раньше Сохранилось И Обратно С той стороны Там Профиль Потом Лэп Потом Газопровод И Домой Ладно Буду Дошвыркивать Чай Быстренько Да Побегу Дальше Получается Одно Из мест Где я Капкан Ставил Два Взбежка Жертушка На которой Капкан Устанавливался И Сверху Тут Уже Часть Крыша Вторая Ветка Сгнила Отломилась Капканы Я ставил К2 Проходные Начинал То вообще Я здесь Сколько Три года Промышлял Получается Первый год Я поставил Ну как с армии Пришел Поставил Получается То что было Отцовские Капканы Еще Ногозахваты Вот Потом За год Маленько Подкопил Деньжат И к следующему Сезону Я уже Купил Первую партию Капканов К2 Капкан Агафонова В принципе Мне нравится Вполне Соболя Он держит Допустим Допустим Если сравнить С тем же Самым КП 120 110 КПшки Они тяжелее Чем К2 Я не скажу Что намного Но тяжелее А когда Если промышляешь Пешком Допустим Как я То Можно сказать Что каждый грамм На счету Поэтому И стремишься Чтобы Твой Шмурдяк Был Как можно Легче Чтобы Взять Как можно Больше И пройти Как можно Дальше Вот так Вот В принципе Ну Сколько Я иду Получается Из дичи Что мы Видели Из дичи Мы видели Андатру Андатру Потом В нескольких Местах Можно сказать Что на протяжении Всей речки Встречаются Погатки Андатры Там На бревнах На берегах Где-то В воде На бревнах Вот Уток Видел Там На Карасевом Озере Крикошей Я пару Поднял Только Почему-то До сих пор Самка С самцом Еще До сих пор Еще не этот Не огулялись В вторую кладку Первую Может кто-то Раззорил Вторую кладку Решил положить Короче Не знаю В общем Самка С самцом Были И здесь Вот я сейчас Метров Семьсот Назад Наверное Поднял Червуху Тоже С болотинки С небольшой Как бы В принципе Все Ни белок Ни рябчиков Нету Ну Как бы И нужно Куда Все Делать А рябчиков Я здесь Добывал Белки Здесь Тоже Полно Топка Настояло Ловились Чаще Чем Соболя Процент На отношении Наверное Два К одному Вот Так Тут по моему Если я сейчас Не ошибаюсь Должен быть Профиль Направо Уходить О Чье яичко Было Ну-ка Знатоки Напишите В комментариях Чья Скорлупа Так Из интересного Увидел Гнездо Дрозда Потому что Дрозд слетел Начал Вокруг меня летать Блажить Кругами Я хотел Внутреннее Образство Скажем так Снять А оно На На гнилушке Да еще на тонкой Выше моего роста Я не стал Туда лезть Чтобы Ничего Не нарушить Вот он Профиль Где-то Вот На том Мысу У меня Еще Был Раньше Капкан Пойти Посмотреть Комарьё Жрет Прям Вообще Поедом Вон Впрочем Все позднее Сейчас Иду Мимо Этого места И Забавный Случай Вспомнился Тут Остров Получается Вот Она Раздваивается И Этот Островок Получается Он Сушинка Вот Она У ее Основания У меня был Дворик Сделан И Капкан На Проход Установлен Этот К2 В общем Пришел проверять В капкане Белка Я сижу Ее достаю А еще Только этот Начало ноября Было тепло Еще так Более-менее Как бы Она не сильно Встыла И все Я ее Отковыриваю А вот Вот На той сосне На дальней Здоровая Которая На ней Метрах Наверное Ну В десяти Наверное От земли Соболь Сидит И уручит На меня У меня С собой Ружья Не было Конечно Ну Что же делать Посидел Поплевался Поворчал На себя Что ружье Не взял Можно было Без собаки Соболя Взять Ну Ладно Стало быть Немой Был Пляшивый Наверное Какой-то Поэтому Так судьба Сложилась Чай Живет Ладно Тоже Постановка Моя Я их Лентяйками Называл Просто Когда Ходил Здесь Частенько Замечал Что в одном Месте В том же Месте Ну Уже По снегу Уже Когда Путик Насторожил Обращал Внимание Что Переход Соболенный Получается Между моими Капканами Вот Я Делал Так Срубал Жердушку Приколачивал И Рядом Какую-нибудь Трехляшку Приставлял В качестве Сбежки И Все Цеплял Капкашку С приводой И Если Все Удачно Складывалось Через Недельку Через Две Снимал Оттуда Соболька Лентяйками Я их Называл Такие Постановки Делают Ее Буквально 15 минут Бывает Итого Меньше Как бы Вот так Хрена Он сосну Сломало Но Ветра Были Сильные Поэтому И Сломало До Хрена Сучьев Причем Только Сосновых В основном Валяется Ладно Вон Там Горельник Но Он уже Подзарос Тут Были Была Кулемка Моя Ну что-то От кулемки Остались Только скобы Ни жердей Ничего Нет Сбежка Еще Валяется Горельник Я где-то Читал Что По Горельникам Собольки Бегают Очень часто Поставил Но в кулемку Я так Никого Не поймал Вообще Сколько Кулемки Делал Один раз Что-ли Ловил В кулемку Ну а кто Не любитель Кулемами Этими Заниматься Их надо Делать Много Возьми С ними Много Много Подготовительной Работы С капканами Проще Положил В рюкзак И пошел Да В любое В любое Время Можно Перенести А кулемы Уже Не перенесешь Если с местом Не угадал То уже Все Будем Будем Наверное Речку Переходить Осталось Километр Наверное До Моста До этого Я так понял Что Наверное Будем Речку Наверное Переходить Вот По тому Бревну Перейдем Сейчас Место Удобное К тому же Тут до моста Осталось Чуть Чуть Совсем Километр Полтора Наверное Перейду Пойду В обратную Сторону В общем Затея Со сплавом Наверное Не получится Потому что В нескольких Местах Очень сильные Завалы Ну сюда Ближе К этому Месту Ого Хорошо Дым Так как Кобуров Помогает Ого Самому Подохренно Сидеть Теперь Ну да ладно Потерпим Как бы Вот так Вообще Наверное Контент На канале Наверное Слегка Изменится Буду Наверное Из Более Такого Промыслового Канала Переходить Изменится В плане Чего Промыслом Я наверное Заниматься Как таковым Не буду Потому что Ну смысла Нет Не вижу Смысла В нем Жене На шубейку Я наловил А Продавать Я Как бы Не продаю Незачем Да я не ловлю Я в таком Объеме Чтобы продавать Поэтому Больше Наверное Будет Может быть В походах На рыбалку Может Какие-то Такие Туристические Вылазки Будут В таком Плане Наверное Не знаю Пока еще Не решил Как Сами думаете Может У вас Какие-то Идеи Есть Господа Подписчики И просто Телезрители Какие-то Пожелания Может Есть Честно Сказать Смысла Промыслом Заниматься Я сейчас Не вижу Абсолютно Никакого Ну как бы Вот так Ладно Пойду я Чаевать Быстренько Чаек Попью Сейчас С бутерами С хлебушком С маслицем И С сыром Вот так Пару бутер Сейчас Вкину в топку И Будем Выбираться Дальше Ну Как по Бродвее Можно ходить Штормить Только чуть-чуть Вот так Ну все Переправились Костерок Затушили Сейчас Напрямую Вот туда Через лес Там должен быть Профиль Профиль Который Выходит на ЛЭП Там потом ЛЭП Пересекает Газопровод На который Мы уйдем Газопровод Приведет нас Если я не ошибаюсь К болотцу С морожкой Вот Такие вот Завалы Как на них Через них Как на резинке Никак Поэтому Наверное Сплав Наш Придется Отменить Ну а так Да Я уже Как говорил По поводу Промысла В этом году Даже не знаю Брать Путевки Не брать По Соболю Что я в прошлом году Взял И что толку Я уже даже не помню Сколько брал Даже не помню Где у меня корешки Ведь Там часть то сдается Часть же на руках Остается корешкать Отрывной то лун Не помню Даже куда засунул А в итоге Взял я что В прошлом году Дай бог памяти Одного по-моему Белок В 5-6 Наверное Белок взял Белки то они Как прилов Я на них специально Капкан Не ставил Вот Белка была Как бы Да я потом И Как-то Сильно упор Потому что Ни следов Соболю Не было Ни хрена Я Упор даже Не делал На промысел Рыбалкой Занялся Рыбалил Поэтому Думаю В этом году Наверное Если все нормально Может Лучше Видео Позаписывать С рыбалкой Как На этот У нас Называются Переметами В общем Палка От нее Шнурок С двумя крючками Туда Червяка Цепляешь И Езей Ловлю На эту штуку Спиясь Налим Все ловится А кстати Вот сколько Не цеплял Там Живцов Мясо Цеплял Печень Думал Может крупный Налим Залезет Нифига Вот на червяка Налимы Ловятся А вот На такую Приманку На мясную Скажем так Нифига Ну как бы Вот так Черничника Скокал Можно сюда За черникой Мотануть Далека Вот А правда Считай Сюда Придешь Здесь День Пролазишь Поэтому Шаннику Бо этой Всей Херни Так Кто должен Ходить Нифига Не просто Мох Снизу Багульник Ноги Вязнут Потом Еще Обратно Шуровать Но можно Сделать По другому Можно Конечно На машине До моста Доехать С этой Стороны Ближе Будет Чем С поселка Шуровать Сюда Ну как бы Вот так Не знаю Я В планах Еще есть Там Карьера Есть Недалеко От поселка Вот Хочу Посмотреть Там Место Подземляночку И вот Такие Видео Записывать Об устройство Лагеря Туда Сюда В таком Плане Тоже Господа Зрители Отпишитесь Интересно Будет Такой Контент Не Интересен Стоит Записывать Не стоит В таком Плане В общем Что Думаю Снимать Все Что касается Ну Скажем так Леса Вообще Не обязательно Промысля Не обязательно Охоту Походы За грибами Но допустим Я походу За грибами За ягодами Записывал Они С просмотром Это Не богаты Скажем так Может я Что-то снимаю Не так Подскажите Так Вот он Профилек На профилек Мы вышли Ну вот В общем Как-то так Ладно Сейчас Если будет Интересно Еще Включусь Из болота В болото Вода Перетекает Да Конечно По газопроводу Идти Одно Удовольствие Дорожка Чистая Сильно Не зарос Но я думаю Еще год-два Его наверное Будут Чистить Вот этот Билкач Весь попилят И он Будет Весь Хаотично Валяться Здесь Потом Вообще Хрен Пройдешь Навалят его Как попало И все Хана Как бы так Ну Пока Дорога Нормальная Можно Поболтать С дочью Это было Прошлогоднее Уже Уже Не разобрать Чье Ох Ох Красиво Тут В лесочке Хорошо Вон Сейчас будет Развилка Лэпой Газопровода Надо будет Как-то Направо Уйти А если Давненько Не было Эть С собой Ни компаса Ни хрена Ну в принципе Есть телефон В котором Есть Навигатор Я думаю Не забудется Солнышко Солнышко Не видно Погода Пасмурная Как там В книжках По ОБЖ Учили Все надо Мох смотреть Да Сколько Наверное Туристов И путешественников Концы отдало Руководствуйтесь Этими советами Мох Деревья Ветки С южной стороны Гущи растут Хрена лысого Что мох Что деревья Что ветки Это все Зависит от того Где дерево растет К какому краю леса Вот и все Мох будет Со стороны Чаще А ветки Более пышные Более густые Будут Со стороны Опушки Вот и все И без разницы Север там Или юг Хер У меня знакомый Один Ушел Так По мху Чуть Чуть Не с концами В школе Учились По мху Ну да Я то в школе Еще учился Он то старше Меня С брательником С моим старшим Учился Так Тетя Болотины Меня настораживают Не вляпаться Вы где-нибудь Как их Обходить Там Это я В берчиках Не этот Ноги То и так Уже сырые Ладно Порвемся Че Первый раз Че Нужно привыкать Болотом Лазить Мы сейчас Тут краешком Обойдем Да и все О Лепота Почти Опа Ручеек Труица Оттуда же В окуневку И впадает В речку Ручеек Этот А Кстати Этот Когда Уже Перешел Нет Да Когда собрался Переходить Возле этого Бревна Которому Переходил Возле него Зимняя Погатка Была Рябчика Так Зимой Рябчики Здесь были Раньше Их вообще По этой речке Было много Очень много Прям А Сейчас Ух Дай бог Уйти Че Лет 5 назад Больше Наверное Нет Подожди В 13 Году Я пришел С армии И 3 года Я здесь Промышлял Вот В это время Когда я промышлял В этом лесу Кроме меня Лазил еще Один Мужичок Такой Старенький Он просто С ружьишком Бегал Вот он Рябчиков Вдолбил Потихоньки Но он Пойдет Одного Двух Да будет Всем Нашулю Скажем Так И все А сейчас Модно же Гонять На снегоходах На квадроциклах На Что-то Там Каких-нибудь Циклах Скоро На дронах Будут летать Рябчиков Долбить Но к тому времени Рябчиков Тоже не останется Я думаю Вот Короче Повыбили Все нахер Вот и все Я так думаю Потому что Реально сейчас Здесь место такое Уремное Особо Не полазить Не побегать А сейчас Что Снежики есть Они Дураки же Газ в пол И полетели Тут смотрю Что-то Делали Да Этот В прошлом году Наверное Кто они Счесывали Молодняк Этот весь Короче Нерациональное Использование Биоресурсов Ведет К их Оскуднению Вот так вот Я так думаю Ну Земляничка Растет Так Ну что Наверное Вот он Газопровод С лэпом Пересекаются Нам Вот туда По газопроводу Надо будет Уходить Прямо Получается Сейчас Вот так вот На этом Наверное Будем Закругляться Так что Как я уже Говорил Пишите В комментариях Ваши соображения Ответьте Пожалуйста На мои Вопросы Которые Я задал В ходе Нашей с вами Прогулки Ах бляха-муха Сучком укололся И беседы Ну На этом Все До новых встреч Господа Зрители Всем Ни пуха Ни пера